Приветствую! Сегодня мы поговорим не просто о том, почему ТЦК и ЭСП нет в реестре. Мы увидим, как безалаберность, беспечность наших чиновников, чиновников, которые зарплату получают, кстати, из наших налогов, приводит к тому, что мы не можем вообще понять, есть эти ТЦК и ЭСП, нет их, зарегистрированы они, не зарегистрированы. Это просто жесть. И это же создает массу проблем. Проблем, которую, по сути, создали нам чиновники, которые с самого начала не смогли все продумать и сделать так, как полагается, а не так, как обычно. О чем идет речь? Как мы с вами знаем, были сначала военкоматы у нас, да, еще с советских времен остались у нас, по сути, военкоматы. Эти военкоматы, кстати, вопреки расхожему мнению, не были упразднены в 2007 году, да, есть такая информация, но на самом деле это не соответствует действительности. В 2007 году были созданы территориальные центры комплектования, которые занимались именно контрактниками. Это, кстати, не те ТЦК, которые есть сейчас. Вот. Они, по сути, существовали, и военкоматы существовали, вплоть до 2020-2021 годов. И что дальше происходило? В 2017 году было принято решение запустить вот этот пилотный проект ТЦК и ЭСП, территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который должен был превратиться в какой-то суперклассный сервисный центр, в который, если человек придет, он обязательно захочет служить в армии. Что, кстати, из этого получилось, мы все сейчас можем наблюдать, да. Но это вопрос к чему? Это вопрос к чиновнику, к его, так сказать, профессиональным качествам, ко всем чиновникам, которые этим занимались. Итак, в какой-то момент приходит осознание, что мы будем реформировать вот эту систему военкоматов. И вот мы запускаем пилотный проект, начинаем там что-то внедрять, реформировать, и в том числе в 2021 году мы принимаем соответствующий закон, закон, которым мы наконец-то предусмотрели создание территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Как мы видим, закон датирован 13 марта 2021 года, и здесь указано следующее. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки утворюются на базе действующих військовых комиссариатов шляхом их перетворения протяком двух месяцев дня набрания чинности этим законам. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки е правонаступникам и войсковых комиссариатев, на базе, яких вони утворюються. Соответственно, законодательная база была создана только в 1921 году. Что интересно, к тому времени уже существовали территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Но после этого закона, как по сути и до этого закона, принимались директивы, совместные директивы Минобороны и Генштаба. На основании этих директив реформировались, переформатировались военкоматы в ТЦК и СП. То есть они меняли название, меняли там внутреннюю свою структуру. При этом, конечно же, мы подходим к вопросу реестра. А что такое реестр? А реестр это, по сути, база, единая государственная база, в которую вносятся все юридические лица. Независимо от того, это юридические лица частного права, это юридические лица публичного права, либо это государственные органы со статусом юридического лица. В соответствии с законом туда вносятся все юрлица. Естественно, там был и военкомат. И вот теперь встал вопрос, что военкоматы мы переформатировали, военкоматов нет, есть ТЦК и СП, а в реестре до сих пор бьется военкомат. Почему же так? Вот здесь мы как раз подходим к ответу на этот вопрос. И для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, нам нужно посмотреть одно решение суда. Итак, это решение суда, город Винница, 17 листопада 2021 года, Винницкий окружный административный суд. Здесь, естественно, ссылочку на это решение я оставлю в описании к видео. Вы сможете зайти в полном объеме и ознакомиться с этим решением. Сейчас мы только частично с ним ознакомимся. Итак, о чем это решение суда? До Винницкого окружного административного суду надійшов позов от Винницкого областного військового комиссариата до виконавчого комитета Винницкої міськради, в якому позивач просе, тобто військовый комиссариат просе, дивиться, что он просе, скасовать запис номер про включение відомостей про Винницкий областный військовый комиссариат до единого государственного реестра юридических физических осіб, предпринимателей и общественных формований. То есть, военкомат обращается в суд и просит исключить оттуда відомости о військовом комиссариате. И просит, соответственно, обязать виконавчий комитет сделать это. Почему же он хочет исключить эту информацию? Вот он пишет, что позовні вимоги обґрунтовані безпідставностью внесення місцевым органам державної реестрації до ЄДРПОУ відомостей про державну реестрацію юридичної особи Винницький областний військовый комиссариат, оскільки таки містять информацию із обмеженим доступом. Вот почему они просят исключить эту информацию из реестра. Мол, она является информацией с ограниченным доступом. Дальше, что интересно, ну вот здесь идет, да, там события, которые происходят. Ну вот интересное событие у нас. 8-го, 11-го, 21-го заминено Винницкий областний комиссариат його правонаступником Винницким областным территориальным центром комплектування та соціальної підтримки. Вот вы видите здесь, что даже суд признает ТЦК і СП правонаступником військового комиссариату. Ну, то, что в законе указано, да, то, о чем мы уже с вами говорили. Дальше, он указывает, что единый державный реест підприемств Організації України – это автоматизована система збирания, накопичения, захиста, облику та надания информации про юридичных осіб та физичных осіб підприемств, який забезпечує единый державный облик всіх юридичных осіб и представительств. То есть это просто база, ну, учетная база, не знаю, как хотите, називайте. Вот. И дальше суд указывает, что частью 4 статті 16 цього закону в редакции від 1.04.2005 года передбачено, что до единого державного реестру не заносятся ведомости, що становлять державну таємницю. Кстати, это правило сохранилось, и на сегодняшний день в реестр предприятий, учреждений, организаций действительно данные, которые содержат государственную тайну, не заносят. И вот дальше суд объясняет, что державна таємниця дали також секретная информация, это вид таємной информации, что охоплюет видомостей у сфері обороны, экономики и так далее. Ну, нас цікавить оборона. Далее, что пишет суд, что информация вважается державною таємницей с часу опубликувания зводу видомостей, что становлять державну таємницю, до якого включена ця информация, чи зміни до нього у порядку, встановленого цим законом. Звід відомостей, що становлять державну таємницю, формує Служба безпеки України на підставі рішень державних експертів з питань таємниць. До речі, такий звід відомостей, він опублікований, він є, з ним можна ознайомитись. І от вивад. Враховуючи вищевикладене, відомості про державну реєстрацію позивача становлять державну таємницю, а тому з огляду на імперативні приписи частини 4 статті 7 не повинні бути наявними в єдиному державному реєстрі. І висновок. Враховуючи викладення обставини, суд доходить висновку щодо необхідності скасування запису про Вінницький ОВК та зобов'язання відповідача вчинити дії щодо виключення даного запису з ЄДРПОУ. Відтак позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі. І так, тепер ми з вами видим, чому ж в рєстрі немає інформація о ТЦК і СП, тому що ця інформація є державна тайна. Але, звичайно, ви можете мені задати два питання. Перший питання, чому об одніх ТЦК і СП є інформація, а у інших – нет? І двій питання, а це точно державна тайна? Відь кожен із вас знає, де знаходиться ТЦК і СП. А в чому ж государственна тайна знаходиться здесь? Отвечаю на перший вопрос. Дело в том, что чиновники, вот здесь у меня основная претензия к ним, ну, они вообще начудили созданием ТЦК і СП, здесь бесспорно. Далі, вони не продумали вопрос удалення інформації із реєстра і либо не внесення туда інформації о ТЦК і СП. Нужно було поменять закон о соответствии, который регулирует вот этот весь процесс. Они этого не сделали. И теперь, на сегодняшний день, вот вдумайтесь в этот бред, каждый ТЦК і СП должен, ну, областной, областной ТЦК і СП, потому что он, как мы знаем, имеет статус юридического лица, должен обращаться с иском в суд о том, чтобы исключить данные о военкомате, о ТЦК і СП областном и, соответственно, о районных, о міських. Вы вдумайтесь в этот бред. Мы, вместо того, чтобы централизованно удалить эту информацию, мы переложили это на областные центры и сказали, ну, занимайтесь сами, как хотите. Ну, это же жесть. Просто жестяная жесть. Исходя из этого, когда мы смотрим реестр судебных решений, мы можем найти там аналогичные решения. Но, вот то, что мы посмотрели сегодня, там иск удовлетворен. Да. И, как бы, исключить решения суда, исключить эти данные. Но при этом мы можем найти еще и другие решения, где вследствие того, что ТЦК и СП там неправильно формулировал исковые требования, подавал ненадлежащее там обоснование, ненадлежащие доказательства, им отказали в исключении из реестра. Вы вдумайтесь, информация, которая как бы признается государственной тайной, не может быть исключена из реестра, потому что ТЦК не смог это доказать. А ТЦК тоже в этом, в принципе, не виноват, потому что это Министерство обороны должно было заниматься. Они должны были решить этот вопрос централизованно. Отвечая на второй вопрос, а что же здесь такого тайного? Друзья, у меня нет ответа на этот вопрос. Честно, я не понимаю, в чем державная тайница, когда мы все знаем, где находятся эти ТЦК. Мы прекрасно знаем, где они находятся. Более того, многие из них находятся там еще с советских времен и, соответственно, все знают, все, кто там захочет напасть, либо уже напал на Украину, он точно знает, где находятся эти ТЦК. То есть бред получился полнейший. Вот такая какая-то билиберда, в следствии которой обычный человек не понимает, а что происходит. Да потому что это нормально, кстати. Потому что даже мне, чтобы разобраться в этом вопросе, да, как юристу, понадобилось время. Я и запросы дополнительные делал, да, ты там реестр изучаешь судебных решений. А что вообще происходит с этим? Что за билиберда? Почему чиновники, которые получают зарплату за наши деньги, создают вот нам вот такие проблемы? Я не понимаю. У меня тоже, к сожалению, нет ответа на этот вопрос. Друзья, если вы считаете это видео полезным, если я хоть чуть-чуть вам, не знаю, помог информационно, нашел ответ для вас на вопрос, почему ТЦК и СП нет в реестре, поставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал, вы найдете еще там много полезной информации. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok